Бориса Немцова хоронят сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. На гражданской панихиде в Сахаровском центре собрались близкие друзья, коллеги и соратники погибшего политика. Память Бориса Немцова чтут и в Нижнем Новгороде. Для меня лично Боря останется навсегда другом, близким человеком, соратником моим, начальником, руководителем. И для меня эта трагедия, конечно же, вдвойне. Теперь, когда 50 тысяч человек с хорошими лицами, хорошими глазами, молча вышли по щите о памяти, я могу сказать, что он действительно погиб как герой и останется как герой в памяти. Другое дело, что гораздо важнее этот человек был жив. Политическая карьера Бориса Немцова развивалась весьма стремительно. Он стал первым губернатором Нижегородской области, а в 97-м занял должность вице-премьера России, тем самым став самым молодым чиновником уже в правительстве страны. Очень яркий, очень открытый, очень по-хорошему эмоциональный человек. Действительно человек, который никогда ничего, никакого камня за пазухой не держал. Действительно готов был вступить в диалог, в спор, если надо было отставить свою точку зрения, а не отмолчаться и там каким-то образом не вернуть это из-под тяжка. Ну вот, наверное, самый главный, конечно, был замечательный собеседник, очень остроумный, очень энергичный. Будучи весьма ярким и энергичным политиком, Борис Немцов обещает быстрое процветание России, но после дефолта в 1998 году он покидает Кремль. При этом, уйдя из правительства, большой политики Немцов остается. С Чубайсом Хакамадо и Гайдаром он создает политическую партию «Союз правых сил». На один срок Немцов становится депутатом Госдумы, дальше после поражения на выборах уходит в оппозицию. Мне он очень близко. То, что он делает, я считаю, это очень важно. Он остался верным своим принципам. Человек, который очень соответствовал своему времени, времени 90-х, начало нулевых, когда, собственно, он так активно и действовал. Мне кажется, что если создавать образ того времени, времени 90-х, с его надеждами и мгновенными разочарованиями, с его опасностями и все-таки верой, то, может быть, один из образов этого времени, это, конечно, был Борис Немцов. Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину вечером 27 февраля в самом центре Москвы. Эта новость потрясла всех. К месту гибели политика на Большом Москворецком мосту круглые сутки несут цветы. В Нижнем Новгороде свечи и цветы оставляют возле портрета политика у драмтеатра.